Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухонном тесте нож Марсер СТР-24, предоставлен магазином «Солдат Удачи». Общая длина ножа 203 мм, длина клинка 83 мм, длина рукояти 120 мм, масса 150 грамм и толщина по обуху 3 мм. Сталька здесь стоит на клинке 8-хром-14, молибден-ванадий. И как это у нас иногда случается, не всегда, но иногда, у нас получилось так, что обычно я делаю обзор, потом кухонный тест, потом уличный тест, но сейчас я обзор на этот нож не успел сделать, и поэтому мы сейчас порежем что-нибудь на кухне, приготовим. И тем интереснее будет делать обзор. Во-первых, я уже поделюсь какими-то впечатлениями, а во-вторых, интересно будет, заговняется или нет от продуктов рукоять. То есть, будет ли она, скажем, потеряет ли она товарный вид, потому что обзор будет на макро, и там все будет сразу видно. Итак, начнем с картофеля. И тема сегодняшнего кухонного монолога. Предложил эту тему ютубер Мистер Найфбокс. Он предложил тему для кухонного монолога. Первый нож, первый сознательный, как бы настоящий нож. И пообещал заодно рассказать какую-то интересную историю о своем первом настоящем ноже. То есть, я обязательно жду эту историю в комментариях. Ну и, конечно же, жду, друзья мои, от вас комментариев на тему вашей первой настоящей вот такие вот прям ножи. Почему именно эта тема именно сейчас? Потому что я на самом деле рассматриваю этот нож, как один из вариантов, именно вот этот марсер, я рассматриваю как один из вариантов первого ножа подростка, первого складного ножа. Все время, которое мы будем врезать, строгать, делать обзор, то есть, все то время, что вы будете видеть этот нож на экранах канала Архадыр, помните, что цена его в Солдате Удачи 1590 рублей. 20 евро за нож, за складной. То есть, на мой взгляд, это совсем такие несерьезные деньги. Я не говорю, что 20 евро для меня не деньги. В любом случае, 20 и 10 евро я найду, куда потратить. Но, как цена ножа, это совершенно-совершенно адекватные деньги. Слушайте, чистит картошку он просто офигенно. Что-то я даже как-то не ожидал. Надо будет потом подумать всерьез, в чем тут дело. Или спуски, наверное, грамотно очень сделаны. Но очень-очень хорошо. Прям на уровне картофельного ножа, картофелечистки. Тонкая-тонкая идет кожура. Замечательно. И почему бы и нет? Первый нож подростку, несмотря на то, что сейчас сразу же предложит Викторинокс, Лично я никогда подростку первым ножом не подарю мультитульный нож. Потому что, да, это интересно. Да, это здорово. Всякие там штучки, дрючки. И там тебе и шило, и зубочистка, и дополнительное лезвие, и пила, и ножницы. И бла-бла-бла. Все это, на мой взгляд, если вы действительно ставите себе цель, скажем, подарить подростку нож, то вы сознательно или бессознательно его двигаете в сторону ножевой культуры как таковой. Отношение к ножам. Так вот, я считаю, что нужно дарить нож. Нужно дарить не мультитул. То есть, я ничего не имею против Виксов. И вторым, третьим, четвертым ножом можно дарить запросто подростку мультитульный нож. Но первый нож, как складной, так и фиксит, должен быть просто ножом. Это мое такое мнение. Потому что, чтобы действительно ребенок или подросток, он действительно понимал, насколько этот предмет, он сам по себе самодостаточен. Вот, нашел все-таки возможность выразиться правильно. Безусловно, конкретно вот этот вот марсер в первую очередь, конечно же, из-за цены. Потому что, если ребенок-подросток этот нож где-то профукает, то не так жалко будет. Я больше скажу, этот нож запросто подойдет в качестве EDC-шника резака взрослому. И то же самое, если вы возьмете какой-нибудь брендовый нож, я не знаю, ну хотя бы баксов за 100, даже не больше. Вы все равно над ним будете трястись. Будете, ребят, никуда не денетесь. У вас будет вот это отношение лишний раз, не ковырнуть лишний раз, что-то там не резануть по какому-то непонятному материалу, по какому-то твердому материалу. Здесь купил, будет работать, каждый день будет в использовании, режешь, режешь, режешь. И почему? Те же самые 20 евро. Сломал не жалко. Безусловно, есть ножи поменьше для именно, скажем, EDC. Сейчас я наконец-то, секунду, выключил поспорную мойку. Продолжаем. Безусловно, есть ножи поменьше, но я считаю так, что именно, скажем, если это не совсем прям малыш, если это не совсем детская рука, то здесь как раз вполне, я не говорю конкретно за этот нож, но примерно вот такой нож. В данном случае у нас на кухне именно вот такая вот модель, STR-24, и мы говорим вот о нем, я говорю о нем. То есть STR-24 запросто в качестве первого ножа. Какой-то другой, почему бы и нет. Почему конкретно этот, посмотрите, он, во-первых, замечательно режет, у него понятная геометрия, без каких-то, ну, излишних вывертов, у него нормальные спуски, все сделано. У него такая дуракоустойчивая, прям скажем, сталь, спокойная нержавейка, без каких-то тоже лишних понтов. И мне очень нравится эргономика рукояти. Про эргономику рукояти я обязательно, конечно же, на обзоре скажу отдельно, но мне эта рукоять очень нравится, действительно. То есть для ножа за, там, 20 евро, это действительно прям вот очень хорошее, я не говорю там отличное, я не говорю самое лучшее, это очень-очень хорошее сочетание каких-то вот таких вот качеств. Поэтому почему бы и нет. Смотрите, лук режет на ура. Вообще такой действительно, действительно хороший резачок. Я так заболтался, что тот лук, который я собирался порезать кольцами, я в другую емкость, в общем, емкости для лука перепутал. Ну, ничего страшного. Просто поменяем местами и все. Так что, конечно же, я, раз я выбрал эту тему для кухонного монолога, то мне нужно рассказать о своем первом ноже и, наверное, о своих первых ножах будет так правильнее отражаться. Я как-то вот с детства больше тяготел, конечно же, к огнестрельному оружию. То есть у меня отец, несмотря на то, что мы там, ну, одним словом, у меня отец, мастер спорта по стрельбе. Мамуля все время ходила там на какие-то, сдавала нормы ГТО, ходила на какие-то, я не знаю, там, соревнования именно вот такого вот ГТОшного направления там от своего производства. И регулярно брала какие-то призы за стрельбу, то есть тоже стреляла очень хорошо. На такой, скажем, крупный помидор у нас немного не хватило длины клинка, то есть чуть-чуть при разрезании задел. Отойдя назад в сторону, чуть-чуть вернувшись, картошка 5, лук 5. Вообще, просто супер. Поехали. Замечательно. Это слово, которое сейчас вот должно сказать. Замечательно. Вот она, нарезочка китайским ножом. Вот он, нормальный Китай. Вот она, нарезочка китайским ножом за 20 евро. Просто супер. Просто отлично. Клин не скользит. Скользкую кожицу томата. Вы слышите, даже с таким вот прикольным звуком преодолевает, назовем это так. Единственное, конечно, ребят, нужно понимать, что, безусловно, мне очень нравится качество реза. Сталь эту придется поправлять, ну, скажем так, нож, ну, кромку нужно поправлять будет немного чаще, чем если бы это была какая-то более, более твердая сталь, более какая-то такая напуканная. Но тогда и нож, я думаю, стоил бы в разы дороже. Так вот. Ну и я не могу сказать, что у нас был культ стрельбы. Нет. Благодаря деду у нас был такой нормальный, здоровый культ советского мужчины. То есть, мужчина должен служить в армии, обязательно фильм «Офицеры» наизусть, обязательно фильм «В зоне особого внимания» наизусть. И как-то вот я с детства помню, что прямо совсем-совсем маленький был, мы ходили там в отпуске где-то или у нас здесь в Эстонии просто на выходных. И если мы проходили мимо тира, мама всегда останавливалась, ну, отстреливала какие-то свои там несколько выстрелов, после этого заряжала мне винтовку и я стрелял. Ну и как-то вот так было. Ножи уже, наверное, появились там попозже, когда я был там в средней школе, в средних классах школы. И это, конечно же, советские раскладные ножи, игра в ножички, какое-то строгание, какое-то ковыряние. И, безусловно, у меня был нормальный нож, обычный кухонный советский нож с деревянной рукоятью. Ну, он такой как бы полууниверсал, полукухонный, для того, чтобы ходить за грибами. Да, это было как у всех. Помидоры 5 с плюсом, просто супер. Я на самом деле пребываю сейчас в состоянии такой легкой эйфории от этого ножа, потому что нарезает он, ну, просто офигенно. Нарезает он гораздо больше, чем стоит. И потом как-то вот ножи-ножи, когда я уже повзрослел, там, устроился на какую-то свою работу, потихоньку началось вот это вот увлечение. И у меня была какая-то коллекция ножей. Мне очень жаль, что вся коллекция, она со мной не осталась. То есть, полностью я, скажем, ее лишился. И у меня нет возможности показать эти ножи, у меня нет возможности снова посмотреть, может быть, даже посмеяться над собой. Потому что помимо откровенного говна там, ну, действительно, помимо откровенных каких-то, сейчас просто с улыбкой вспоминаю, непонятных ножей, там были действительно очень интересные экземпляры, реально интересные экземпляры. Например, был штык к австрийской винтовке еще до военного, то есть, я думаю, где-то плюс-минус период Первой мировой. И эту вещь я бы, конечно, сейчас с огромным удовольствием взглянул на нее уже глазами нынешнего Архадыра, который повертел энное количество ножей в руках. Первый мой фирменный нож я очень хорошо помню, потому что это была действительно веселая история. Я где-то в комментариях писал на эту тему. Огурцы у нас нарезаны просто замечательно, просто суперски, посмотрите. Очень легко, очень лайтово режет нож. Прямо как будто бы рожден для кухни. То есть, скажем, если вы его берете на карман, как EDC-шник, то совершенно не придется напрягаться при какой-то офисной нарезке, при какой-то командировочной нарезке, без проблем. Ну и опять же, такой нож прикольно дарить. Почему? Потому что, вот, вы видите, качество реза нормальное, краснеть не придется, но при этом не обязательно же говорить, сколько он стоит. Правильно? Так, момент истины. Маринованная паприка. Баночка эта у нас, да откуда вы беретесь-то? Какая-то одна с осени еще летает, я все не могу ее поймать, потому что, представляете, вот как бы ее нет и нет. Стоит мне только начать снимать тест, начинает вот здесь вот крутиться передо мной. Ну что ж такое-то? Малюсенькая такая мошка. Просто отлично. Просто суперски режет. По овощам нареканий ноль, одни только похвалы. Несмотря на то, что вот эта банка паприки, она у них явно какая-то перетермиченная, то есть паприка очень мягкая получилась, практически разваренная. Вот. Просто супер. Просто супер. Ну, я не ожидал. Ну и раз мне параллельно приходится не только болтать о своем, но и комментировать действия ножа, то свою душесчипательную историю я продолжу рассказывать на курице. Ну так вот. То есть, получилось так, что я в таком довольно юном возрасте устроился на интересную работу, познакомился там с очень интересными людьми, с людьми, которые буквально созданы были, наверное, для того, чтобы постоянно нянчить в руках железо. И, в общем, попал в очень правильный коллектив. Сразу же научился неплохо стрелять, метать. Все, что можно было метать, все, что было, я не знаю, имело хотя бы одну грань острую, или один какой-то кончик острый. Ну и мне понравился в охотничьем магазине нож. Назывался он Айтер Баттера. Вы даже можете загуглить, я сейчас вспоминаю, я не могу это действительно вспомнить без улыбки, потому что это какой-то, какой-то был просто ахтунг. Это стилетообразный нож с металлической рукоятью. То есть, ну какой-то, какой-то реально бред. Вот с высоты прожитых лет это реально бред. Но я этим ножом просто заболел. Я ходил в магазин, крутил его в руках, дышал на него, пыхтел, сопел. У меня тогда была очень-очень небольшая такая зарплата. Ну и с учетом того, что там, скажем, расходы превышали доходы, какие-то именно семейные. Ну, я как-то действительно дышал. Стоил он, как сейчас помню, 600 крон эстонских. Я даже не буду сейчас переводить в там, в современные какие-то деньги. Неважно. И у меня, когда я в конце концов все-таки созрел, у меня порвались джинсы. И в то время у меня было много, скажем, костюмов. Я носил там костюмы, а джинсы были всего одни. Я прям вот реально передо мной стоял прям вот выбор. Купить новые джинсы, пойти, они стоили столько же, в принципе. Или пойти купить этот нож. Ну и, конечно же, я купил нож. Джинсы зашил как-то вручную. В конце концов, они в самый неудачный момент на мне порвались окончательно. И мне пришлось там какое-то время ходить именно в костюмах. В общем, прихожу я на работу к своим друзьям счастливый просто до опупения. Потому что наконец-то, наконец-то, ну они, я теперь понимаю, с таким... В общем, они меня поддержали, назовем это так. То есть, никто ничего не сказал на тему моего здоровья психического. Сказали, молодец, классный нож, все супер. Я через какое-то время обнаруживаю, что клин кривой. Ну реально. То есть, я в своей ажиотации я этого не заметил. Ну, тогда я вообще не запарился на тему. Кривой, кривой. Это же айтер батера, это же супер. То есть, скажем, о ножах я тогда не знал вообще ничего. Так вот, у нас клин вошел в кость. Заодно посмотрим, что там и как будет. Режет просто на ура. То есть, после овощей у меня, в принципе, и сомнений, с учетом того, насколько он легко резал, у меня и сомнений не было в том, что курица будет хорошо у нас порезана. А теперь самое главное, ребят, чтобы заслужить мое полное признание, нужно, чтобы этот марсер хорошо отмылся. Чтобы не остались вот именно какие-то, не осталась какая-то органика ни на рукояти, ни внутри ножа, ни на клинке. Тогда, тогда я смело могу сказать, что 100% рекомендую. Потому что на улице, ну что там, на улице буквально взять им построгать, разумеется, никто таким ножом с лайнер-локом не будет там ни батонить и ни рубить. Даже на тестах, потому что это даже теоретическое нецелевое использование ножа представляется мне как полный бред. То есть, ну только вот построгать, какую-то лайтовую работу сделать. поэтому если он нормально очистится, если вот эта текстура вся, она не впитает в себя гадость, то запросто можно рекомендовать, в том числе как первый нож, в том числе как подарок. Именно как складной нож. Ну и потом прошло какое-то еще время, были какие-то ножи, были какие-то ножи российского производства, которые тоже я так вспоминаю с легкой улыбкой. Примерно чуть, наверное, позже мне был подарен нож Смерш-3, который до сих пор живой и до сих пор в строю, который я метал, наверное, я не знаю, если счетчик поставить, именно количество бросков переваливает за тысячи. Заметили? Вот, вот, вот оно. Нарезаю, забыл объяснить. Чищу, чищу картофель, вот сюда вот встает средний палец, оп, и поехали. Нарезаю дальше, нарезаю вот так, нарезаю теперь курочку, сюда указательный палец. Вот, про вот конкретно этот изгиб обязательно я на обзоре очень подробно на этом останавливаюсь. Почему? Потому что это на самом деле не просто одна из самых, это моя самая любимая фишка в рукоятях как складных так и фикситов ножей. Ну и скажем, первый по-настоящему действительно такой вот осознанно нож, который прям гордо носит звание ножа, это конечно с поддержкой милитари, мне подарила Юля этот нож, и там тоже, ну она видела, что я уже все, у меня уже к тому моменту было энное количество, там наверное ну десятка два с половиной три точно было фикситов, и я как-то вот потихоньку, и вот я чуть вам не соврал, нет, потому что шестерка Тилайт была раньше, да, первый нож, который вот именно такой с именем, это Cold Steel Тилайт, даже не шестерка, в начале была четверка, мне ее показалось мало, и я продал четверку и купил шестерку, да, то есть наверное вот моя именно как бы нажимание в плане складных ножей, она началась не так скажем давно, ну сколько тут, несколько лет прошло, именно с Cold Steel Тилайт 4 и Тилайт 6, и как-то сейчас вот я на самом деле шестерки хватает, четверку я не хочу покупать, ну как бы вот в пару, не вижу смысла, есть очень много именно ножей неплохих, то есть четверка тоже неплохой нож, но есть очень много неплохих ножей, скажем таких средних размеров, поэтому шестерка да, это там совершенно другие эмоции, там именно нож для того, чтобы дарить радость от одного буквально раскрывания ножа, но вернемся к нашему герою, теперь уже герою, просто, просто офигенно, я вам абсолютно честно говорю, хотите верьте, хотите проверьте, нож отработал просто замечательно, неожиданно замечательно, потому что я был готов к тому, что уже придется как-то снисходительно, знаете, подбирать какие-то эпитеты, ну, ну, вы же понимаете, ну, блин, 20 евро, ну, что вы хотите, что вы хотите, хрен там ночевал, просто офигенный рез, классная эргономика, мне очень понравилось, очень понравилось, то есть солдат удачи прислал мне вместе с марсером нож Steelwheel Courage, он будет у нас скоро на обзоре и на тестах, и я, конечно же, скажем, какой-то именно шоу-эффект больше ожидал от ножа Courage, ну, там, такая сабля, все здорово, все классно, ну, и думал, что вот этот нож, это будет такой, скажем, ну, просто вот обзор, констатация каких-то качеств, могу сказать, что я сегодня реально получил удовольствие от работы на кухне, и, грубо говоря, даже и уходить не хочется, то есть, я думаю, что мы сейчас этим ножом еще что-нибудь порежем, просто замечательно, просто супер, по каким-то именно рабочим моментам это было действительно у нас сейчас неплохое шоу, нож отработал суперски, сейчас посмотрим, как у нас здесь всякая кака вылезет или нет, мою холодной водой, потому что ледяная вода, она сразу же превращает, как бы, вот этот вот куриный жир, он становится прям видным сразу, я думаю, что все-таки теплой водой его стоит после этого промыть, потому что тут прям заморозился жирок, замечательно, все, что я могу сказать, и даже может быть стоило бы компании Марса задуматься о том, чтобы какой-то вот не такой вот веселый, весенний, кричащий цвет из братья, какой-то поставить на рукоять ну там тот же самый камуфляж или какой-то цвет там армейский зеленый и даже возможно поиграть с марками стали на клинке, потому что сами по себе ощущения именно от эргономики ножа, от того, как вот он заточен, как он режет пятибальные, нет ни одного момента, к чему я мог бы придраться. Спасибо за просмотр, всего доброго!